Всем привет, меня зовут Тимур Базаров, я танцор, хореограф и создатель танцевального центра в городе Олленде. Впервые вообще, когда я задумался о том, что я хотел бы танцевать, когда я увидел клик Майкла Джексона, это был Smooth Criminal, тогда это просто, не знаю, разожгло огонь какой-то в моей душе, что я понял, вот это действительно что-то крутое, наверное, сейчас я могу сравнить это с чувством любви, да, и я понял, что, ну, хотел бы научиться этому, ну, вот прям искренне, и это желание, ну, по сей день, оно не отступает от меня, я действительно понимаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, я в этом 100% уверен, что я буду этим заниматься, пока мне будет это позволено, и моей мечтой было действительно оказаться, наверное, на сцене, быть артистом, то есть мне не хотелось больше, ну, просто это танцевать, мне хотелось это нести в массы, и действительно показать, что я могу это делать. В проект я в Юмор, Тлаб, я попал очень органично, я так скажу. Началось все с того, что я после некоторых событий в моей жизни, я понял, что я хочу действительно нести людям что-то полезное, ну, потому что у меня есть такое стремление, и я действительно этим горю, и есть ко всем, ну, как бы, есть причина это делать. Тогда я решил создать школу, свой страх и риск, я особо не понимал, как это делать, ну, создал ее совсем недавно. Мне не хватало единственное, тогда я уже понимал знания именно предпринимательской деятельности, и тогда я просто разговаривал, ну, то есть после месяца открытия я, получается, разговаривал со своим администратором, она мне тогда сказала про Марину, про Марину Максарову, она сказала, что это маркетолог с очень большим стажем, и я решил, ну, что нам нужно сходить и просто пообщаться, взять, ну, какую-то пользу, взять какую-то услугу, да, то есть, ну, просто, чтобы она нам дала какие-то, возможно, советы. Дальше мы начали с Марией сотрудничать. В общем, она предложила мне познакомиться с одним очень крутым человеком, по ее мнению, это режиссер Олег Юмов, я, честно, о нем ничего не знал, но мне было интересно. Собственно, мы с ним встретились, когда я увидел его, я понял, что это супер безумный, гениальный по-своему человек. Во-первых, его взгляд, я всегда обращаю внимание на взгляд, у него был взгляд вот реально очень демонический, так скажем, безумный, я подумал, вот это бешеный ученый, это реально круто. Ну, то есть, когда я с ним пообщался, я понял, что он действительно такой очень похожий на меня, ну, то есть, он такой уже раскрытый, так скажем, да, и не боится этого высказывать, как бы, при всех. Вот, собственно, мы пообщались, и тогда Олег познакомил нас впервые вот с проектом, который он давно вынашивал, так скажем, да, по очень такому легендарному действительно произведению Лермонтова «Демону». Ну, то есть, он рассказал просто идею того, как он бы хотел сделать. А до этого, когда мы с Мариной общались, я ей рассказал о том, что я хотел бы делать не такие танцевальные, да, допустим, номера, как сейчас видит большая часть мира, планеты, я хотел бы делать нечто, ну, такое более высокое, да, так скажем, в понимании людей, то есть, что-то театральное, то есть, но при этом, чтобы это было связано с уличной культурой, потому что я хотел, всегда, я всегда топлю за улицу, то есть, я хотел, чтобы уличная культура действительно показалась вот в таком свете, что это действительно может быть на сцене, и оно должно быть на сцене, потому что то, что творится у людей в этой культуре, есть, это злободневные темы, и есть о чем рассказать. Собственно, вот, тема перформансов тогда была затронута, то есть, презентация именно своего какого-то посыла, какой-то месседж он должен был нести, вот тогда Олег рассказал про эту идею, я думал, я сошел с ума, потому что, ну, как это говорится, мысли материализуются, да, и я понял, что действительно, то есть, Марина была, по сути, проводником, да, к этим мыслям материализовавшимся, и в итоге мы пришли к такому мнению, что действительно это стоит реализовать, реализовать здесь, в Сибири, в Улан-Удэ, потому что здесь есть очень крутые ребята, в каждом виде искусства, то есть, у нас реально здесь есть все, и просто нужны люди, которые способны, у которых есть силы, у которых есть мощь, объединить их и не побояться это сделать, и просто, как бы, переть сквозь все преграды, так скажем, да, свои и внешние, так скажем, да. Вот, собственно, сейчас, получается, мы занимаемся созданием перформанса «Демон любящий», да, по произведению Лермонтова. В этом проекте я действительно понял то, что решающим фактором всегда является не форма, а его действительно содержание. Есть очень крутой танцор с Германии, его зовут Фрэнки Ди, как-то я у него был на классе, и он сказал тогда очень крутую вещь, она открыла мне реально шоры, он сказал такую фразу «Groove, make a move». Что это значит? Грув в танцевальном плане – это есть наполнение, твоя энергия, твоя аутентичность и твоя индивидуальность, то есть то, как ты чувствуешь по-настоящему в данный момент сейчас. То есть я чувствую, что я зол, и это злость, ее нужно, ну, допустим, интерпретировать в движении, то есть тогда это движение искреннее. То есть я тогда понял, что что значит вообще танец в принципе, и что значит вообще выражаться через что-либо в творческом плане. То есть это значит то, какое ты есть, не бояться себя и показать это. И тогда это будет всегда магией, потому что решает всегда искренность, всегда искренность, и в любом отношении, в любом виде это всегда будет выигрышнее машинного какого-то труда. Как-то по мне. Я всегда выберу, допустим, если в танцевальном плане, я всегда выберу кривого, но эмоционального и искреннего, да, танцора, нежели техничного, но абсолютно бездушного. Вот здесь сейчас, в этом проекте, я думаю, что как-то посчастливилось так, что есть действительно люди такие с глубоким содержанием, каждый индивидуальный, каждый аутентичный. И в этом его крутость. Peace out. Все. Субтитры создавал DimaTorzok